Вот у меня к вам вопрос. Мы говорим про летний войлок, собираемся говорить, да? Вот ваше видение, что мы обычно летом носим, какой должна быть летняя одежда, вот чего мы от нее ждем, что нам надо летом? Мне интересно, вот как вы к этому предмету относитесь, потому что где-то лето, безумно жаркое, где-то лето не очень жаркое, оно умеренное, а где-то бывают прохладные летние вечера, допустим, где-то лето совсем короткое, а хочется продлить себе какие-то, ну, совершенно вот там яркие впечатления, да, яркие краски. Вот пишут, платье, туника, чтобы не было жарко. Ну, в общем, наверное, да, у нас один общий взгляд на вещи. Потому что я вот так вот посмотрела летом, конечно, нужны нарядные яркие платья, вот пишут, чтобы дышало. Жилетки, да, жилетки, отличная вещь. Комфортная летняя одежда. Летние платья повседневные, да, они могут быть, скорее всего, не очень приталенного фасона, и из натуральных тканей. Вот это важно, и тонкая, дышащая, полупрозрачная одежда, воздушная, дышащая, легкая, яркая, жакеты, платья, маечки. Вот, 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 пишут, если лето будет, как это весна, буду путаться в ковер. Ну, наши ковры, они, да, они спасут в любую погоду, в любой сезон. А еще что? Сарафаны летней одежды, да, еще никто не сказал. Обязательно открытые сарафаны, длинные, короткие, всякие разные, да. Вот, пишут, гигроскопичная, чтоб не теряла вид после стирки. Шортики и тунички. Ну, ткани из натуральных волокон, да, гигроскопичные, и хорошо держатся после стирки. Вот, пишут, бывает летом жарко, а ветер холодный, точно милый, именно так. Ну, ты ж пожила на Балтике, ты-то знаешь. Блузы и топы, да, чтобы, допустим, и в офисе, и где угодно выглядеть хорошо. Вот, шортики и тунички, про которые говорили, и свободные блузы. Вот, кстати, вот все то, что шитое, это фотографии просто из интернета, а вот войлок я буду показывать свои работы, да. Тут вот уж как бы, где были копирайты на этих картинках, я их сохранила, но поскольку это образцы красивые, пример, поэтому я надеюсь, что правообладатели картинок не обидятся, вот, тем более, они были в свободном доступе. Блузы и топы разные, да, вот посмотрите, тут кимоно и тоненький, коротенький такой топ из шитья хлопкового, да, красивая такая белая блуза. Летние кардиганы, да, летняя одежда, она же может быть с длинным рукавом. Летние кардиганы, причем и из ткани, и из трикотажа. Свободные летние брюки, длинные летние платья, тоже из натуральных тканей, очень модно. Я вот как с белым кардиганом, вот такого плана. Комплекты очень люблю, при моей комплекции, такие комплекты, это очень удобно. Вот, летние кардиганы, и даже летнее пальто, есть такой вид одежды, да, когда они совсем длинные, но это может, ну, как бы, трансформировать ваше одежное ансамбле. Да, это вот то, что шьют, то, что обычно носить. И как же вот эта тема летней одежды, она может соприкасаться с войлоком, где основной материал – это шерсть. Все же знают, что шерсть – это тепло. А на самом деле, я вас уверяю, вот этот свитер, который я вязала, это мой свитер, я его не стала продавать себе оставила, потому что даже летом, летними вечерами, это совершенно замечательная вещь. Летний свитер можно связать, даже из шерстяной пряжи, не обязательно, из хлопка льна или шелка. И вот теперь мы переходим к этой теме летнего войлока, разнообразие материалов, техник и фасонов. Тут прекрасная подруга, моей дочери, Катя. Я не знаю, девочка хитрая, вот эта вот замечательная улыбка ее. У меня остались фотографии, сейчас Катя в Германии живет, но тем не менее, вот эта улыбка, она просто освещает иногда мне некоторые дни. Я смотрю и любуюсь. Прекрасная девочка. Вот. Ну вот как начиналась дорога к летнему войлоку. Первый эксперимент. Никто не говорил о том, что войлок летний. Десятый год. Одежду, ну мало-мало кто валял. В России, в Москве вообще это вот были настолько первые шаги. И вот десятый год, и тогда для того, чтобы сделать одежду, мы говорили, ой, надо много-много шелковых волокон. А они дорогие. А их применять-то как? Ну и чтобы мало войлока, и поменьше уваливать. И вот он был такой вот по дизайну. Мне за эти вещи не стыдно. А вот по качеству войлока я бы его делала тоньше, при том, что тут несколько слоев шелка в разных направлениях. И шерсть, она как бы сцепляет этот шелк. Но вот на мой теперешний взгляд этот войлок был достаточно рыхлым и толстым. И было тут еще одно очень важное но. Сами вещи, вот они, ну можно за счет открытости, да, вот там разрезы какие-то большие, вырезы, декольте. Вот казалось, что, ну вот это вот спасает, что будет не так жарко, да. Вот тут тоже уже стало много шелка и много войлок. Стали делать широкие юбки. Вот это платье русалочное, оно как бы в моем таком личном выставочном фонде, оно до сих пор там всех на выставках восхищает, потому что у него вот это вот платье, юбка внизу, да, расклешенная, она больше семи метров. Она действительно огромная, эта юбка, при том, что валан, он ажурный, вот тут на старых фотографиях не видно. Мы, в общем, в 10-м году мы и фотографировать войлок не умели. Это, по сути дела, фотографии-то на мыльницу сделаны, и тут все фактурные элементы не видны. Ну тут, кстати, вот я красила сама уже, и платье, оно шерстяное, но сверху оно покрыто шелковой ватой. Это как бы не лэпс, но шелковая вата, такой материал, который давал интересную фактуру. Потом все это вместе я покрасила. И вот тогда стали говорить, что можно делать двухсторонние вещи. То есть я стала экспериментировать, и уже по вот этому комплекту. Когда я фотографировала девочку-модель, Танечку, вот когда, на удивление, вот сверху, да, флисом отделана, и платьица, и балерон, и она все нормально фотографировалась. А когда мы переодели на другую сторону, а там шелк на подкладке, тонкий шелк, он был покрашен, да, в такой зебристый рисунок, она через минуту говорит, а тоже подруга моей дочки, и говорит, тетя Наташа, мне так жарко, можно мы побыстрее? Что такое? Одна сторона была, все нормально. И казалось бы, ну тот же самый комплект. А тут вот отделана, она говорит, я не могу, мне жарко, ну ладно, ладно. Я потом стала анализировать. И оказалось, все очень просто. Шерсть можно использовать в летнем году, но обязательно эту шерсть надо ламинировать. То есть кожа к телу должны идти другие и обязательно натуральные гладкие волокна. То есть желательно, чтобы это был шелк. Это может быть хлопок. Вот итальянцы сейчас дают большое количество, у них прекрасная гамма хлопковых волокон, которые мало кто использует, они коротенькие, но они очень хороши для ламинации. Очень хорош лен, можно использовать вискозу, но она потяжелее. И та же самая крапива. Да, конопля. Вот этими всеми волокнами можно ламинировать шерсть для того, чтобы легче именно было соприкосновение самого войлока с кожей. Даже тут не так важно, что войлок, ну вот не ажурно тонкий. То есть шелка я стала использовать в легких платьях, в открытых платьях просто в два раза больше. Но у меня так сложилось, что шелк просто оказался моим самым любимым волокном. Вот самым-самым. И тут вот вещи двухсторонние, из двух сторон. То есть вот где гладкий синий, это шелк, тасок, ну или туса его называют по-разному. Вторая сторона, это уже шелковый лэпс, шелковые нити и волокна. Это вот платье на прекрасной художнице Ане Петровой. Я очень люблю ее картины. Две ее картины я тоже с собой привезла, когда приехала. Ну вот стало больше шелка. То есть двух сторон ламинирования шерсти. Но хотелось сделать вещи более воздушными. И вот в какой-то момент пришел момент оптимального баланса шерсти и шелка. То есть действительно на шелке тонкая раскладка. Это одиннадцатый год. Это появление у нас свободной продажи. Появился маргелланский шелк, разреженный газ. И много стало платочков мовато. Вот эти квадратики шелковые стали активно красить. Из них стало очень удобно делать внутреннюю подкладочную сторону одежды летней. И стало за счет стабильности вот этой самой раскладки подкладочной части, особенно вот когда маргелланский шелк или тонкий газ какой-то, можно делать на шифоне тоже. За этот счет можно шерсть раскладывать тоненько-тоненько-тоненько. То есть вещи получаются еще и невесомые и легкие. То есть вот в таком платье совсем не жарко. И это проверено, потому что это платье сразу купили. Причем купила женщина в 50-летнем возрасте, непростом всегда для женщин. И она купила его, и был какой-то летний праздник. Она мне потом написала, «Удивительно, что в этом платье дышится легко летом в жару». Ну, в общем, это платье тоже картинки много, где гуляют по интернету, его повторяли. И, собственно, в 11-м году появилось вот как бы само понятие назвали «летний войлок». До этого просто не говорили. Говорили войлок, легкие вещи, платье, туники, что-то еще. Но вот именно «летний войлок», оно в обиход вошло, это понятие в 11-м году. Вот это тоже вариант, достаточно такой хороший. Тут такая вот открытая туничка, топом даже, наверное, не назовешь. Вот. И тоже внутренняя часть. Это платочки мовато. Плюс уже, смотрите, на плечах, на боку прорезные элементы, и под ними большие пластины натурального льняного кружева. То есть это, ну, что называется, дает дополнительную такую вот вентиляцию. Очень хорошо совмещать. То есть войлок, он не хливкий, он такой, ну, его паутинчатым и рыхлым не назовешь. То есть он уже достаточно упругий, хороший. А при этом он на шелковой основе. И плюс еще большие кружевные вставки. Вот можно посмотреть вот тут повнимательнее, да, вот под этими плечиками из жгутов, вот прямо широкие пластины широкого кружева. Вот момент, на котором я обещала заострить внимание. Вот такое вот, когда в архивах, да, перебирала фотографии и думала, да, вот как мне вам поосновательнее рассказать все, что я знаю и думаю о войлоке. Я нашла вот это, и фотографии этого чудесного платья, потом залезла на полку в шкафу, в общем, тоже уже пришло время это платье в очередной раз кому-то передать. Одна дама в группе Волл Вандерс написала, но платье ни о чем. Ну, в общем, это самое, конец 10-го, начало 11-го года. Тогда мало кто делал о чем. Но у этого платья есть очень важные особенности. Оно полностью свалено на 100% из бэби-альпаки без добавления мель носа, без шелковой основы текстильной, тканевой. И украшено только оно шелком эрил, я об этом упоминаю, ну, вот он дает такие, как бархатные жгуты сверху. Но самое интересное, что действительно бэби-альпака, при том, что альпака, говорят, в разы теплее овечьей шерсти, но бэби-альпака обладает скользкими волокнами, очень нежными по тактильным ощущениям, по прикосновениям. То есть если это бэби-альпака в районе 14-15 микрон, в ней летом не жарко. И ее можно уваливать без добавления овечьей шерсти, без мель носа, причем будь то это альпака сури или альпака уакая, если это 14-16 микрон и длинное волокно, вот запомните внимательно, если это длинное волокно, то есть где-то от 8 сантиметров, ну вот от 3 до 4 дюймов, если есть волокно, вы попробуйте его ортогональной раскладкой, ну вот когда перпендикулярно слои, попробуйте сделать образец, а потом посмотрите на просвет. Это будет роскошное, невесомое, потрясающей мягкости войлочное кружево, и ничего не будет лезть, ничего не будет мохнатиться и линять. Но единственное, разложили аккуратненько, сбрызнули мыльным раствором, слегка теплым, не холодная вода и не горячая, теплая такая, ну вот как температура вашего тела. Дело в том, что на шерстенках альпаки чешуек просто намного-намного меньше, чем на овечьей шерсти. Они есть, но их мало, и нету ланолина на альпаке. И поэтому для того, чтобы эти чешуйки раскрылись, когда вы начинаете с мылом валять, вот пусть водичка будет такой комфортной температуры, как ваши руки, как ваше тело. Разложили перпендикулярные слои тоненькие, через сеточку мылом. Вот я, честно говоря, бэби-альпаку валяю вручную. Но про шлейфмашинки мы еще подойдем. Нет ничего такого особенного, валять там со шлейфмашинкой или без нее. Главное понимать, с каким материалом и как работать. Вообще лучше научиться, конечно, работать руками, а потом для того, чтобы экономить время, вы возьмете за шлейфмашинку, и у вас будет прекрасного качества войлок получаться. И есть техники работы с войлоком, где без шлейфмашинки тоже не обойтись. Но вот с альпакой, значит, запоминайте основные моменты. Бэби-альпака, малой микронности, 14-16, длинное волокно, от 7-8, ну и больше сантиметров. Температура воды 36-35-36 градусов. Мыло, ну берите оливковое или хозяйственное. Я вот, честно говоря, с этим материалом, вот та шерсть, которая без ланолина, я для нее никогда не использую жесткие моющие средства. Ферри вообще не люблю, но даже вот жесткие моющие средства, они просто очень сильно пересушивают. А тут нет ланолина, что уж дальше сушить, да? То есть вот аккуратно, бережно, через сетку начинаете медленно притирать, и вот вы уваляете, вы почувствуете готовность этого полотна. Оно будет такое нежное. Я прямо, ну вот я не знаю, как вот, ну, все подряд называть крыльями ангела нехорошо, но это вот этот пух из крыльев ангела. Такое это нежно-прекрасное. Вот. А вообще у этого платья действительно счастливая судьба. Его купила молодая, ну и достаточно состоятельная барышня. А купила его в середине весны, потому что она была в положении, ждала ребеночка, и проходила она в нем до середины достаточно жаркого лета. И потом у нее родился малыш, когда прошел уже год, она мне написала, Наташа, оно такое счастливое это платье, я вам так благодарна. Ну, вы знаете, я как-то вот не знаю, может быть его опять кому-то передать. Вот. То есть она-то у меня купила, но нельзя, как бы не требуя назад никаких денег, а наоборот с благодарностью, она это платье мне отдала для того, чтобы его кому-то... И я передала это платье совершенно бесплатно другой молодой будущей маме, которая две беременности счастливых в нем отходила. И потом мне принесла, и говорит, Наташа, может вы кому-то его передадите, оно счастливое, оно классное, в нем так комфортно себя чувствовать, ведь женщины в этом положении, им нужен комфорт и особое какое-то... Вот этот материал нежный, он дает дыхание и покровительство какое-то. Вот. То есть вот сейчас это платье, оно ждет новую хозяйку. Вот так вот. То есть вот оно теперь стало таким вот талисманом и кочует... И знаете как? Вот оно отходило три таких серьезных сезона, ничего в нем не закаталось, ничего в нем не испортилось. Вот. Она свободная, да. Ну вот кто-то сказал, ну ни о чем. Да и ладно, я-то знаю о чем. Ну вот. Потому что сделано оно очень хорошо и это максимальный уровень комфорта. Вот. Это про Бэби Альпаку то, что я говорила. Ну а потом, кстати, сейчас это же стиль Боха, в общем-то, такой. Все так вот мягко и нежно поселует максимум комфорта. Ну что у нас еще? Одиннадцатый год. Вот эти фотографии я когда откопала, я подумала, что... Боже мой, вот сейчас я уже так не делаю. Вот эти вот объемные ильсы, весь подол платья был ими расшит, вышивка шелком, объемные элементы, эти цветы. Ну вот что хорошо в войлоке летнем. Можно на нем делать всякие разные драпировки, оборочки, вот это все. Они прекрасны. они не применяют, не применяют с верхней одеждой, то есть они сохраняют прекрасный внешний вид. Это очень хорошо в летнем войлоке использовать. Всякие сложные вот такие вот выпуклые фактуры. Хорошо. Правда, надо знать меру, об этом скажу отдельно. Опять же, как только мы подходим к тому, что ламинировать надо шерсть, все прекрасные наши войлочные украшения, объемные. Колье, бусы, они становятся приемлемы даже в жару. То есть оказывается вся проблема в том, что ну не надо лишних соприкосновений, даже тонкой мельносовой шерсти напрямую с телом. То есть создайте, ну такой буфер, да, из шелковых волокон, из каких-то вот тряпочек, из других там не обязательно шелковых волокон. То есть появляется буфер, вот это основное правило. И вещи становятся нежаркими. Вот так прекрасно, запросто можно носить летом. Вот тоже поверхность заламинирована волокнами шелка. И все. И колье становится нежарким. И, соответственно, тут очень важно не просто поверхность плоскости закрыть чем-то не шерстяным, а натуральным гладеньким. Очень важно окантовать срезы. Ну, такого плана жилетик, вот вам теперь уже, наверное, после этого фестиваля знакома технология. У меня этот жилетик был сделан в Москве еще тоже так. 11-й, может, начало 12-го года, вот такой вот фактурный со вставочками и вышивками. Но самое главное, на лето шерстяные срезы закройте шелковинкой, кружевцем, какой-то окантовкой. И даже плотненький жилет будет нежарким. То есть его можно надеть поверх топа. Это будет вещь очень большой комфортности для лета. То есть вот для себя такой момент. Летняя окантовка срезов. Она обязательно нужна, и чтобы вот эти окантовочные материалы были по возможности мягкими, несинтетическими. И вот еще, да, летняя окантовка срезов. И вот тут мы подходим тоже к важному моменту. Прорезные элементы. Это может быть разного рода перфорации. Ну, это вот на Катюше эта вещь. А вот это, ну, фотографии такие вот дома сделанные на мыльницу при искусственном свете. Но самое главное, вот смотрите, с прорезными элементами. Вот эти шлевки под пояс, да, вот стрелочкой показываю, они сквозные. То есть это дышащие места. То есть могут быть перфорации просто дырочки, а могут быть прорезные и заваленные в жгутики. Причем вот этот формат такой туники, да, я повторяла много раз, вот это уехала вещь в Израиль. И в ней летом не жарко. Израильтян у нас тут много в компании. Не мне вам рассказывать, какая бывает жара. Вещь носится, и с ней хорошо. То есть в дополнение к ламинированию шелком добавляются еще прорезные элементы и аккуратно подшиты все срезы. Вот платье, да, у которого на плечах вот плечи, да, прорезные жгутов спереди на груди, прорезные такие, да, вот как жабрики сделанные эти со жгутами, плюс подол платья внизу это трехслойный ажурный сэндвич. Причем, ну вот я вам скажу, запомните, поэкспериментируйте. Нижний слой разреженный маргелланский газ, средний слой в растяжку паутинка из Венслидейла, из грубой шерсти, верхний слой это органзошелковая, но тоже маргелланская, кстати, шелк покупаю у Рустама Прозорового, вот только-только недавно я получила посылку очередную много-много метров шелка, и всегда все прекрасно, вот это абсолютно проверенный поставщик. Вот такой вот вариант, то есть вот все вот эти вот важные моменты, они прекрасно тут соблюдены, да, окантовка слизов, прорезные элементы, трехслойный ажурный сэндвич, платье, с одной стороны, оно и нарядное, с другой стороны, оно практичное и не жаркое, ну, можно сделать в любом цвете, естественно. Вот тут тоже прорезные элементы, внутренняя часть заламинирована шелком, это одно из первых моих красных платьев, ну, красные платья всегда, по коем веку женщины любят, это парадно, это страстно, это стильно, это очень эмоционально, и вот тут вот прорезные элементы, допустим, тут сделана нунофелтинговая, да, аппликация приваленной фрагменты, плюс сделаны вот эти вот кружочки, вот дополнительная перфорация, да, прорезные элементы, то есть вот такой вариант, тоже платье не жаркое летом, ну и, конечно, тонкий, но на войлочный пэтчфорк, вот платье вот из этой серии, ну, вот это вот платье, где с палантином на манекене, это уже третье было платье, потому что их все время заказывают, как вот первое я сваляла, вот это я уже второе делала через несколько лет на заказ, естественно, они не одинаковые, потому что никогда я не повторяю свои работы, не повторяю чужие, придумываю свои, а свои тоже не повторяю, делаю только по мотивам, оно расшито тут кучей всяких гусенок и всего, но это действительно тонкий, ну, на войлочный пэтчфорк, это сложный сэндвич по составу, потому что внутренняя сторона подкладочная, шелковая, тонкая раскладка шерсти, в перемешку с волокнами, потом сверху раскладка текстильных фрагментов, и вот этот вот вариант, это тоже в Израиле платье улетело, вот, которое с белым палантином, вот оно уже было абсолютно невесомое, тонюсенькое, тонюсенькое, и, в общем, в нем не жарко, да, то есть вот вещи, да, они совершенно спокойно работают именно как летние. Летняя паутинка шерстяная, паутинки сейчас опять вот на них возвращаются, на войлочные паутинки моды, такие волны интересные, есть мастера, которые вот просто, я считаю, непревзойденными в мастерстве создания этих утинок, но дело в том, что обычная войлочная вот из тонкого 18-микронного или даже 16-микронного паутинка растянутая, вот летом вы ее накинете на плечи, и опять-таки за счет соприкосновения шерсти напрямую с кожей вы почувствуете в жару некоторый дискомфорт. Но куда как проще и универсальнее летний палантин паутинку сделать нуно войлочным. Не надо ни из какого префильта резать никакие даже детали, просто тонко-тонко, но можно даже еще тоньше, чем на обычную паутинку растянуть шерсть, чтобы это был вот-вот абсолютно прозрачный тонюсенький слой, и положите вы его на разреженный маргелланский газ, покрашенный в нужный цвет, или потом готовую вещь покрасьте в нужный цвет. Вот что будет на просвет, а с кожей будет прикасаться, соприкасаться с кожей будет уже только шелк. Ну, я не знаю, у меня, я уже устала эти летние паутинки валять, потому что их тут просто вот раскупают. Так, я вот сейчас кинула взгляд на второй компьютер, смотрю на вопросы. Какая микронность допустима для летнего войлока? От 16 до 21 нормально. Окантовка срезов, ткань, типа, как косая бейка, по-разному можно и косую бейку. Так, прорезные части ламинировать. Ну, это отдельная технология, экспериментируйте, все ламинируется. Так, ну, вот пока, да. Ну, ссылочку на Рустама, девочки, вы сейчас не мучитесь в чате, потом зайдите на Facebook, потом, вот после вебинара, и там все найдете. На моей странице или в группе все найдете, ничего не потеряете, не волнуйтесь, зайдите, только, только обретете. Вот, про летние паутинки сказала. Так, дальше. Летняя паутинка для кардиганов. Вот тоже можно использовать в летнем войлоке. Помимо тонкой, как я вам сейчас сказала, да, там, мельнос от 16 там до 21 микрона, можно использовать высокомикронные сорта шерсти, такие, такие, как, допустим, Венсли Дейл. Но, смотрите, с Венсли Дейлом очень такая интересная история. Сейчас мы можем выбирать поставщиков. У этих овечек есть такая особенность. Чем моложе барашек, тем грубее на ощупь будет шерсть даже при той же самой тонине. У старых овечек шерсть более тонкая и пластичная. Ну, судя по всему, это связано с изменением обмена веществ. У взрослых овец там, да, может быть, меньше каких-то там, я не знаю, чего-то там. Но, как ни парадоксально, в одном и том же магазине вы иногда можете купить Венсли Дейл мягкий-мягкий, нежный-нежный, а когда-то он будет вот казаться грубым. Поэтому, если вам повезет, вы купите бобину, там, кусок, там, не знаю, пакет очень нежного Венсли Дейла, вот именно шелковистого на ощупь, то берегите его для вещей, которые вот вам нужны как ажур на лето. Тот, который более толстый, прекрасно подойдет в интерьерный войлок. Ну, у нас, конечно, формат просто не позволяет более подробно об этом рассказывать. Будут вот по этому кардигану, меня давно просят сделать мастер-класс, я его сделаю, потому что вот этот вариант тоже вот картинка, которая много гуляет в интернете. На фотографиях, ну, вот, вот, вот тут, вот мышкой покажу, вот на просвет видно, он тоже прозрачный, но тут просто на фотографиях ставилось целью показать больше вышивку, наверное, да, там, цвет, акцент был на этом. На самом деле, он такой же, как вот и предыдущий прозрачный кардиган, то есть сделаю я по ним, запишу мастер-класс, где это все будет подробно. Летом, вот тоже спрашивали много раз, а не жарко ли летом с войлочными сумками? Не жарко, потому что все-таки сумка на боку, ну, как-то вот там, она при ходьбе, допустим, она колышется, там создается движение, и она на одежде. В летних войлочных сумках очень важно продумать ремень. То есть что это будет? Кожаный, текстильный, стропа, как вы его отделаете? Ну, то есть для летней сумки, конечно, хорошо бы выбрать летний сюжет. Ну, тут вот это была такая сказка про веселые домики, эту сумку я делала для своей подруги, но на фотосессии девочек-подросток попробуйте-ка заставить подростка там чего-нибудь как-нибудь притвориться. Вот если жарко, то жарко, так и скажут, что если плохо и некомфортно, и будет ныть и ругаться, но тут абсолютно вот отдавать не хотела сумку в летнюю жару. Летняя жара в Сокольниках. В этом году, говорят, такого нету. Скучаю по Сокольникам, по Москве скучаю. Ну, в общем, ладно, переходим опять-таки, возвращаемся к вылоку. Для сумок важны летние сюжеты, летние цвета, конечно, и возможность сменных ремней. То есть, вот тут на сумке, допустим, с одной стороны ремешок на кнопке, с другой стороны на карабине прекрасно заменяется кожаным ремнем. То есть, зимой можно ходить с таким, летом можно ходить с таким. То же самое здесь, специально разместила фотография. Вот это моя сумка, которая служит мне уже лет шесть. Я с ней, когда ездила в Монголию, вручную. То есть, сумка, которая, причем у меня под крепление, под карабин, да, под ремень, сделаны вот так вот вручную были петли, очень прочные, очень-очень крепкие. Это прекрасно. Держат сумки из кордачоса, из латвийского кордачоса, кстати, ну, чтобы сразу на вопросы ответить. Вот, то есть, это очень комфортные вещи, и летом ведь тоже бывают, нужны большие сумки. Вот, самое главное, продумайте, что вот если на лето, если, допустим, вы в топе, в маечке какой-то, значит, поменяйте ремень на какой-то текстильный. Ну, опять-таки, войлоком можно делать летние кожаные сумки, тоже моя личная сумка, это больше экостиль, тут застегивается она на глиняную пуговку, и просто вот кусочек, образец войлока я пришила на карман, на большой карман сумки, и тут меня все спрашивают, что это, это так здорово, это так красиво, то есть, вот такой вот еще момент использования войлока в летних вещах. Ну, и, конечно, летние туники в прошлом году, ровно год назад, да, вот был бесплатный мастер-класс как раз-таки на фестивале, и уже все наваляли этих туник. Я вам сейчас дам несколько фотографий, вот, чтобы вы посмотрели еще один вариант раскладки декора, вот смотрите внимательно просто, даже ничего лишнего не буду говорить. Да, скрученные из шелка розочки, шелковые платочки, кусочки шелка, ниточки, чуть-чуть волокон, вот покрупнее план, да, вот как скручены цветочки, ну, и вот то, что в итоге получилось, да, то есть вот цветочный сад такой. Вот еще один вариант туники, можно петельки расположить по-разному, чтобы завязать этот поясок, вот это вам такой маленький презент. Летние брюки, особенно шароварного плана, из моего личного опыта, сделала я их достаточно много, мой вам совет, делайте их из льна, хлопка, шелка, и только приваливайте на них отдельные войлочные детали. Так будет смотреться эффектнее. Внизу, да, вот манжет такой, охватывающий щиколотку, не надо пытаться его свалять, сделайте его на резиночку. И вверх, там, поясок сделайте на резиночках, плюс к этому сваляйте, допустим, кожаный жгут заламинированный шелком, который у вас и в качестве браслета, и в качестве колеи, и в качестве пояса посхож. Все, вот такой вот вариант, чтобы чувствовать себя комфортно и вам, и вашим заказчикам. Для летних вещей, если вы применяете там войл, должен быть хорошо продуманный стиль. То есть, посмотрите, что с чем сочетать. Вот опять-таки, я сделала в свое время несколько повторов этого жилета, но я к этим повторам шила еще и платья. То есть, вот как бы вот так получилось, что особенно ансамбли вот такие, где вот текстиль и войлок, много войлок в ансамблях, это тяжело и может быть не есть хорошо, вот сочетание с текстилем работает хорошо. Войлочные сэндвичи из натуральных материалов, то, что я вам говорила, это могут быть недорогие натуральные материалы. То есть, если у вас, допустим, нижний слой, маргелланский шелк, да, газ или разреженный газ, можно и то, и то брать, чуть-чуть для склейки пойдет какой-то шерсти, вот в данном случае неокрашенная шерсть, да, а сверху, вот может быть не шелковый лэпс, не шелковое одеяло, а может быть такой дешевый, простой материал, как шелковый отчес, вот шелковый отчес, в отличие от шерстяного, не пылит, он абсолютно обезвреден, и смотрите, какая получается интересная, какая-то, как винтажная, рустикальная фактура, это сейчас, ну, очень модно, это экологично, то есть, можно вот так вот делать, интересно, и собирать такие сэндвичи, дышащие, и тут не страшно, что в декоре верхнего слоя, да, такие прорежки видны, вот этот внутренний шелк виден, это все играет, играет на руку, это фактурно, вот, опять-таки, тонкий, ну, войлочный петчворк, от этой темы, я не ухожу, мне очень нравится собирать разнообразные лоскутки, но вот посмотрите, здесь тоже, около горловины, есть окантовочка, я использую тонкое нежное кружево, я использую натуральные бархатные ленточки, тоненькие, для того, чтобы довести изделие до ума, тонкий, ну, войлочный петчворк, вот это, блузка туника, она интересна тем, что тут нет шелка, она сделана на хлопковом батисте тонюсеньком, и верхняя часть вот эта с рисунком, это хлопковый батист итальянский с ручной набойкой, и плюс вот тут уже применен флис, применение флисов в летнем войлоке, это особая тема, она достаточно непростая, подобрать для летнего войлока флисы, это, ну, не будем назвать искусством, но это особое мастерство, я долго эту технологию нарабатывала, там вот дальше мы будем про мастер-класс говорить, там это все есть подробнее, потому что не все флисы, только с определенными свойствами, и с определенной раскладкой можно использовать, но можно, и даже вот на всяких воротничках, стоечках это все тоже работает, вот тоже вариант, тоже тонкий нунновой лочный петчерк, какие разные могут быть воротники, и опять-таки шелк играет вместе с флисом, шелк играет вместе с тонким кружевом, то есть получается вот такая вот неординарная вещь, эти туники в любых цветах, я их очень много сделала, никогда не повторяю, они не бывают одинаковые, их не надо делать одинаковые для разного человека, это очень индивидуальные вещи, но это очень-очень комфортные вещи, вот еще туника, ну, вот о ней мы будем говорить подробнее, вот эту, я так надеялась, что я во время фестиваля, вот просто отключу презентацию, покажу, помню ее в руках, покажу, вот расскажу, но ее купили с рабочего стола, просто вот, и человек доволен, потому что такое благодарственное письмо пришло, уже туника вышла, свет, гуляет она по Москве, так что вот такие вот дела, вот, то есть тонкий нунновой лочный петчерк, работает в абсолютно любое время года, ну вот, в общем, то, что я про летний войлок хотела вам рассказать, успели записать, и появилось ли желание этим делом заняться, именно летним войлоком заняться, а я пока глотну чайкло, которое остыло уже, а то говорить долго, шелковый, посмотрю вопросы, шелковый отчес, это не совсем шелковая вата, он так и называется шелковый отчес, но шелковую вату можно использовать, вполне, она работает очень хорошо, темно-синяя с флисом, любимая, да, а мастер-класс по летним брюкам, шароварам нет, он отсылает вас, дорогие мои, к архивам, воронево гнездышко, любушки ворониной, царство и небесное, прекрасный человек, уникальный мастер, и у нее очень много мастер-классов, один из мастер-классов у нее был пабликом шароваром, там, кстати, была техника крошения у нее прекрасная, посмотрите, найдете это все, сохранилось много, на сайте там, Люба Воронина оставила нам огромное наследие, потрясающий человек, потрясающий мастер, таких людей мало, они как звезды появляются в нашей жизни, жалко, безумно, безумно тяжело, когда эти люди уходят, масса идей, вот это меня радует, что можно свалять из шерсти финиш и Готланд, ну, я бы ее все-таки на летний войлок не очень брала, это большая микронность, Готланд, ну, для ковров хорош Готланд, и для одежды, более плотной, желание есть, как бы валеночек не свалять, ну, для того, чтобы не свалять валеночек, надо хорошо поучиться, вот пишут, что поэкспериментируют, вот самое главное, чего я и хотела, чтобы у вас возникло желание экспериментировать, ангора работает не так, как альпака, это ангору вы имеете, кролика в виду, как я понимаю, но вы знаете, я ангору в войлоке не очень люблю, трудно она приваливается, хорошая, милая, пушистенькая, но... Так, мы продолжаем наш разговор, сейчас уже немножко осталось теории, и сейчас уже будет скоро мастер-класс, практика, три самых важных секрета войлока для весеннего и летнего сезона, ну и как избежать типичных зимних ошибок при валянии летних вещей. Об этом я вкратце скажу, вы это запомните и думайте, как с этим работать, вот, потому что в минутках я к этим темам буду возвращаться еще. Но, во-первых, если вещи повседневные, которые планируются носить вот постоянно, что зимние, что летние, я не советую их перегружать всякими объемными, подвижными, такими 3D большими деталями. Это хорошо для подиума. Зимой такие вещи могут деформироваться под верхней одеждой, летом, вот, они могут за что-то зацепиться и могут порваться, допустим, оторваться в самых неподходящих местах. То есть, вот это из повседневной одежды все-таки лучше убирать. Но это такой простой советик. Второй момент, очень часто мне говорят, ой, не уваливается пройма вырез горловины. Я тут вот там получилась, так вот пробовала. А если уваливаешь, становится намного грубее всего изделие, становится, как валенок, жесткое, теряет пластичность совсем. Ну, что я вам скажу? Это значит, что неправильно рассчитано изначально при построении шаблона и выкройки неправильно рассчитана ширина проймы и выреза горловины. Для раскладки, все же знают, что нужен дополнительный стабилизирующий ряд. Если вы делаете дополнительный стабилизирующий ряд, значит, вы в этих местах увеличиваете толщину войлока, значит, меняется в этих местах усадка, сама степень усадки. Вот этот вот, как его ни назови, процент усадки или коэффициент увеличения. Но в этих местах войлок садится по-другому. И поэтому, если вы не хотите мучиться с перерасчетом выкройки, для летнего варианта во всяком случае, делайте заместительный, а не дополнительный, ряд раскладки по краю проймы или по краю горловины. Просто замените. делайте, допустим, в два ряда вы раскладываете, в два слоя вы раскладываете, вот стабилизирующий и дополнительный, это третий ряд. Вы вместо него второй ряд сделаете в том же самом направлении, вдоль всех этих вырезов. Это вот такой вот момент. Еще раз пересмотрите, вот по этому чертежу, по схеме, посмотрите и подумайте, потому что пересчитывать полностью выкройку, это да, достаточно тяжело. Я предлагаю вам более простой вариант. Сделайте заместительный, а не дополнительный ряд раскладки. И еще момент такой. Очень любят все вот это вот такой, как бы с находящим таким рукавчиком на плечо, да, на руку находящий, вот этот вот вырез проймы. И вот как не смотрю на нарядных и на красивых платьях, ой, смотрю и некрасиво пройма сидит. Она либо топорщится, либо тянет. Проблема в чем? Все берут, вот прямо тотально все стали брать этот угол 22,5%. Я сама же в свое время этот угол ввела. В своем вебинаре для тех, кто когда-то у меня посещал живые мастер-классы, я рассказывала, как этот угол менять. Это все можно найти на ярмарке мастеров. Угол для такого вот плеча, для такой выкройки, которую так любят в летних вещах использовать, надо брать больше. Вообще для плеча угол нужен больше, чтобы не подваливать и не увеличивать толщину вот эту вот на пройме. Вот я надеюсь, что стрелочка вам видна, моя, чтобы вот тут вот все, чтобы плечо не становилось таким жестким и неприятным, правильно надо высчитывать угол и соответственно под это корректировать ширину проймы, чтобы она красиво лежала, потому что вроде бы дорогие, вечерние, часто подиумные платья, смотришь, а посадка, ну какая там от кутюр, она просто некачественная посадка. И тем, что вещи рукодельные существуют там в единственном числе, никак нельзя оправдывать то, что вещь сидит неправильно. То есть если мы претендуем на то, что наши вещи эксклюзивные, если мы хотим, чтобы наши работы дорого стоили, чтобы их покупали люди, чтобы их люди радостно носили, значит, все вот эти вещи надо учитывать. И естественно, что, допустим, 7 лет назад я сама этого не знала, опыта было недостаточно. Сейчас уже опыт вот этот в расчетах есть. И в принципе вот эти все расчеты, ну можно даже самому до этого дойти экспериментальным путем, но очень даже есть где этому поучиться. Ну вот это вот как бы для летнего вылока, вот это, наверное, тоже такой вот третий очень важный момент. отец. Продолжение следует... Продолжение следует...